Жители дома номер 218 по улице Молодогвардейской обеспокоены затянувшимся капитальным ремонтом инженерных коммуникаций. Желая прояснить ситуацию и узнать сроки завершения работ, они обратились к уполномоченному по правам человека в Самарской области. Пять лет уже идет капремонт, идет с перерывами, меняются подрядные организации, меняются директора капремонта, но вот все идет очень так вот, не шатка, не волка. Ну вот сейчас обратились за помощью к Елене Владимировне, вот был новый представитель капремонта, который обещал по окончанию сезона отопительного возобновить работу и все доделать. В ходе встречи жители озвучили свои пожелания по дальнейшему ремонту. Представители фонда капремонта предложили организовать взаимодействие в рабочем порядке. На встрече с подрядной организацией, оперативно вам ее организуем, заактируем, посмотрим, дадим комментарии, как можно это быстро устранить. Житель Самары Галина Назарова обратилась к амбудсмену с просьбой разобраться в правомерности действий владельца автомойки, который, по словам Галины, несанкционированно подключил электрокабель к сетям многоквартирного дома. Самостоятельные попытки жителей решить вопрос только обострили противостояние сторон. Я вообще от этой ситуации поражена тем, как люди могут унижать, вот понимаете, унижать. Это все было сделано специально, чтобы заглушить и, соответственно, сейчас именно меня уничтожать, именно как гражданина. Для оперативной отработки обращений пригласили представителей профильных ведомств и правоохранительных органов. Для Елены Лавушкина это первый прием граждан в новой должности. Часть вопросов, к которым сегодня пришли люди, мне знакомы. Это город Самара, это вопросы по работе управляющих компаний, это работа одного из объектов потребительского рынка. Есть вопросы, с которыми я раньше не сталкивалась, это вопросы здравоохранения. И здесь, безусловно, буду очень детально разбираться. Есть порядок, по которому мы пойдем по каждому отдельному обращению. Мы убеждены, что часть вопросов у людей снимется, и, конечно, вот эта беспокойность, с которой они сегодня пришли, снимется. К основным задачам омбудсмена относятся защита конституционных прав и свобод человека, содействие в восстановлении нарушенных прав, правовое просвещение, совершенствование законодательства в области защиты прав и свобод, а также взаимодействие с органами власти всех уровней и общественностью. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.